Мужику подарили попугая, дорогого, красивого, но тот ругается очень. И жена твоя, и тёща твоя, и сам ты хозяин, трам-тарарам. Мужик уговаривал, уговаривал, клетку накрыл, никакого сладости с попугаем нет. Подумал и засунул его в холодильник. Минут десять продолжались стук и жуткие ругательства, и вдруг тишина. Мужик открывает дверцу, из холодильника попугай тихо. Извините, был неправ. Страшно раскаиваюсь. И ваша жена, и тёща, и вы сами чудесные люди. Не разобрался, простите. Мужик расстрогано. Ну ладно, с кем не бывает, забудь. Попугай ещё тише. Простите, а можно вопросик? А что вам курица сделала? Приходит мужчина на работу и рассказывает своим сослуживцам. Зашёл я, значит, к своей любовнице в гости. Только собрались в постель, а че, муж в дверь звонит. Любовница говорит, бери утюг и бельё утюж. Я целую кучу белья перегладил. Тут один из сослуживцев как засмеётся. Ты был на советской 3 квартира 10? Да. А я там позавчера всё бельё перестирал. Говорят, что собака друг человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без наморника бежит, чтобы узнать, как у меня дела. Объясните мне, дуракул, почему я должен платить налог на моё имущество, которое государство не только не помогло мне приобрести, но ещё и активно пытается у меня его забрать. Улитка заходит в бар, но бармен заявляет, у нас строгая политика в отношении улиток, и ногой выпихивает её на улицу. Через неделю улитка возвращается в бар и говорит бармену, ну и зачем ты это сделал? Мужик пришёл в зоомагазин покупать домашнее животное. Только мне что-нибудь по-необычней. Достали все эти собачки, кошечки, рыбки, птички. Ну, продали ему говорящую сороконожку. Кучу денег тоже взяли. Но ему в кайф. Типа ни у кого такой больше не будет. Принёс домой довольный такой. Поставил коробку на стол. Полдня разглядывал. Травку то так, то сяк раскладывал. А дуванчиками кормил. Ну, в общем, заботился. Потом думает, надо бы вывезти погулять. Слышь, подруга, пошли гулять. В ответ молчок. Мужик опять. Эй, я кому говорю? Пошли, я тебя воздухом подышать выведу. Тишина. Мужик думает, ну что её моё? Неужели кинули? Ну ты, сволочь, ты будешь отвечать мне или нет? Я сказал гулять идём. Твою мать! Зло огрызается сороконожкой. Я тебя и в первый раз прекрасно слышала. Не видишь, ботинки одеваю.